Подделка оказалась такой качественной, что полиция повязала того, кто сделал оригинал. Оказывается, в России кроме поддельных долларов, евро, юаней, гривен и британских фунтов, теперь можно встретить и казахские тенге. Об этом сообщил Центробанк. С апреля по июнь были обнаружены две. Целые две поддельные казахские купюры. Можете себе представить, какой ущерб нанесен экономике сопредельного государства. Зато фальшивых долларов нашлось 702 купюры и еще 46 ненастоящих евро. Рубль в плане подделок, естественно, рекордсмен. В общем портфеле фальшивомонетчиков нашлось 12 626 штук пятитысячных банкнот. Остальные купюры пользуются значительно меньшей популярностью. А вот украинские гривны и британские фунты вообще выпали из оборота. Ну, с гривной все понятно. А вот кто же подделал казахские тенге? Доля просроченных кредитов перед российскими банками достигла рекордного показателя с 2008 года и составила 10%. В то же время темпы роста просрочки по кредитам до 90 дней резко снизились. Количество проблемных долгов будет расти и дальше, а банкам предстает тяжелая работа с долгами, считают эксперты. Объем кредитов с просрочкой более чем на 90 дней составил более триллиона рублей. В апреле показатель составлял без малого 990 миллиардов рублей. Ну вот тут, кстати, совсем ничего удивительного. Туры в Грецию могут подорожать в ближайшее время. Дело в том, что в обмен на помощь от ЕС Греция должна провести некоторые весьма жесткие реформы. В их число войдет и повышение налогов, которые затронет туристическую отрасль. Для кафе и ресторанов НДС повысится с 13 до 23%. Для отелей с 6,5 до 13%. Туроператоры ждут роста цен с 1 октября. При этом, по данным ассоциации, в первую очередь увеличение налога коснется островов с более высокими доходами, таких как Миконос, Санторини, Родос и Кос. Из-за роста цен Греция начнет проигрывать соседним Испании и Кипру. Российский фондовый рынок открылся небольшим падением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1630 пунктов. В аутсайдерах Преф и Сургутнефтегаза, обычные акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Акрона и АФК-система. Среди лидеров роста РДР Русал, аптечная сеть 36,6, полюс золота и Башнефть. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Ведущие индексы Старого Света завершили день ростом. Фондовый рынок США во вторник прибавил вслед за европейскими индикаторами и благодаря позитивным корпоративным новостям. На азиатских площадках динамика разнонаправленной нефтяной котировки закрыли вторник ростом. Курс доллара на 15 июля 56,97 рубля. Курс евро 62,62 рубля. Золото стоит 2112 рублей за грамм. Серебро стоит 27,99 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 58,42 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин